Вреден комфорт, вредны удобства, потому что плоть вытесняет дух. Это слова российского музыканта, актера и поэта Петра Мамонова. С этой точки зрения ему не понравится наша программа. Но для тех, кому комфорт важен, сегодня в выпуске. Дым не без огня. Из-за изношенной проводки в одном из чебоксарских домов постоянно случаются пожары. Вместо хлора на биологических участных сооружениях в Новочебоксарске используют новый метод обеззараживания воды. Хорошо там, где мы есть, в республике назвали самые благоустроенные населенные пункты. Постоянные пожары и жизнь как на пороховой бочке. Вот такая ситуация в доме номер 3, корпус 2 по улице Гагарина. В здании сильно изношена электропроводка. Почему за полвека ее так ни разу и не поменяли, расскажем прямо сейчас. Жители дома номер 3, корпус 2 по улице Гагарина долго думали, в какой подъезд вести съемочную группу. Во всех одинаково плохо с электропроводкой. И в каждом по этой причине уже был пожар. Мы хотим показать нашу электрощитовую, которая не закрывается и доступна всем и каждому. И нашу электропроводку, которая вся находится в скрутках. Пробок нет вообще, отсутствуют пробки напрочь. Отключиться от электросети при каком-либо ремонте малом я не могу. Все электропровода у нас держатся на изоленте. У меня соседи в 43-й квартире горели, был пожар. Старики мы все за 60-80 лет, они не вылезут из квартиры, с 3-го этажа. Баба Вера, она за 2-го, не выйдет от этажа. Не выйдет, она еле ходит. Последний раз вызывать пожарных и выбегать из квартиры пришлось жителям первого подъезда. Нам сказали, что в процессе вот этого было, значит, возгорание, было задымление подъезда. И в результате изношенности электропроводка, электросети. Причина в этом. По словам жильцов, в доме 61-го года постройки за полвека ни разу не проводили капитальный ремонт. И то, какие системы в ремонте срочно нуждаются, судя по всему, в бюро технической инвентаризации определяют на глаз. Так, изношенность этой самой электропроводки по документам составляет всего 55%. Иными словами, с такой жить можно. Пришла девочка, фотографировала вот это все. И все. Мы спрашивали, как вы делаете вот этот мониторинг. Они говорят, ну как, вот у нас фотографии. К фотографии черно-белые, что на них видно? У нас фотографии, мы вот ставим. Говорят, а почему ставить вот 55? Вот вы смотрите, по факту это же не 55. Даже я дилетант в этом, и я вижу, что это не 55. А они нам отвечают, а мы не можем поставить вам 75. Иначе этот дом будет аварийный. Мы не можем его признать. Активисты дома отмечают первый раз. Фонд капитального ремонта обратились в 2014 году. Там разъяснили, дом включили в программу на 2015 год. Затем перенесли на 2016. Сейчас дом по-прежнему в программе на 2016 год, однако только по замене холодного водоснабжения. Что касается других систем, в том числе электрических сетей, то все на рассмотрение. Хорошие новости пришли в лице заведующего сектором управления ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации Чебоксар. Прекрасно знаем о вашей ситуации. Более того, мы в ваш дом включили крокосочный план на 2016-2017 годы с ремонтом системы холодного водоснабжения. И по ремонту системы электрики, он у нас стоит в списке первоочередных. После того, как региональный оператор нам представит сумму образовавшейся экономии, он будет в числе первых, которые мы будем ремонтировать. В этом году мы планируем. До конца года два с половиной месяца. Время идет. Это о том, где жить плохо. Теперь к тому, где жить хорошо. В республике назвали самые благоустроенные населенные пункты. Конкурс проводится с 2005 года. В этот раз победители определяли по пяти номинациям. От благоустройства территории учреждений соцсферы до дворов, многоэтажек и частных домов. В этом году в этом конкурсе у нас принимает 50 участников из 21 муниципального образования Чувашской республики. Абсолютно большинство муниципальных образований так или иначе участвует. На поощрение победителей из республиканского бюджета в этом году выделено 407 тысяч рублей. Чебоксары и Новочебоксарск среди победителей фигурировали только в одной категории. Придомовая территория многоквартирных домов. В столице Чувашии отличился Приволжский бульвар в городе Спутники, улица Семенова. Среди районов активнее всего участвовали Батревский, Бресинский, Козловский и Канажский. Представители комиссии, которые выезжали оценивать конкурсантов, отмечают, раньше вокруг частных домов цвела в основном картошка. Сейчас совсем другое дело. Я так название таких цветов не знал раньше. Хотя роддерей нет. За 11 лет в конкурсе появились постоянные лидеры. Так, в категории улицы частного сектора в очередной раз самые благоустроенные признали улицу Школьную села Бахтигильдина Батревского района. И болезнетворные микробы убиты, и экология не пострадала. Вот суть новой системы обеззараживания воды на биологических и чистных сооружениях в Новочебоксарске. Вместо хлора там теперь используют ультрафиолет. Подробности далее. Прежде чем в канализационные стоки Чебоксара Новочебоксарска попадают в Волгу, они проходят несколько ступеней очистки здесь, на биологических и чистых сооружениях. Последний этап обеззараживания. Раньше для этих целей использовали гипохлорид натрия. Это вещество не только уничтожает болезнетворных бактерий, но и имеет серьезный недостаток. Активный хлор, хоть и в небольшом количестве, попадает в реку. А этот элемент, таблица Менделеева, представляет опасность для всего живого. Сейчас набос переходит на новую систему обеззараживания сточных вод. Вместо хлора – ультрафиолетовое облучение. Однако этот способ требует более тщательной и предварительной очистки воды от взвешенных частиц. Для этого набос поставили специальные фильтры. Вода проходит через мембраны с отверстиями 18 микрон. Это меньше следа от укола иглы. Точная вода поступает в полость фильтра, где она отфильтровывается, и выходит уже без содержания взвешенных веществ. По мере загрязнения фильтра, взвешенные вещества, когда забивают поры, происходит обратная очистка. То есть включаются промывные насосы, и под давлением взвешенные вещества удаляется специальный лоток. После фильтров сточная вода поступает в специальные модули с лампами, которые излучают губительные для бактерий ультрафиолет. Исследования показывают, после такого облучения гибнут 99% всех известных вирусов. Этот способ не изменяет химическую структуру воды, и химикаты не отравляют акваторию Волги. И это еще не все плюсы. Взаимодействие происходит мгновенно, в считанные секунды. Происходит гибель микроорганизмов. В отличие от применения хлорреагентов, где требуется время для взаимодействия. Переход на ультрафиолет, на БОС еще только начался. Впереди различные пусконаладочные работы и лабораторные исследования. Но определенные результаты есть уже сейчас. По данным результатов анализов, мы видим, что по бактериальному загрязнению очищенные источные воды, которые проходят УФО-обеззараживание, они соответствуют нормам по бактериальному загрязнению. Снижение вот этих хлоросодержащих веществ, которые у нас как 4-хлористый углерод, хлорофорум, метилен, хлорид. И получается снижение сброса тоже реки Волга в 4 раза. Кстати, в отличие от хлорирования, при ультрафиолетовой очистке невозможна передозировка. Шестеро детей и одна комната. Вот в таких условиях приходилось жить семье Герасимовых. Этой осенью они получили новую квартиру. Мы побывали у них в гостях, и на прежнем мы на новом месте жительства. Старшие братья Катюши тоже рисуют домик. Живет семья, как в поговорке, в тесноте да не в обиде, однако жить согласно народной мудрости. Всемиром в одной комнате, когда старшим нужно высыпаться утром в школу, а младшему нет и года, становится все сложнее. В этом школьном году дети таки смогут выспаться. У каждого будет своя кровать, а у старших даже своя комната. Герасимова получили новую просторную квартиру в Новочебоксарске. Тут нравится, тут будут все кухни в мае. Деньги, получается, выделены республикой, город Новочебоксарск. Попотечная корпорация уже не один, как говорится, год, больше 10 лет участвует в социальных всех программах. Мы построили тут множество квартир по переселению. Новочебоксарск, проселение многодетных семей, семей и сирот. С учетом того, что семья многодетная, мы постарались получше сделать ремонт, семей и бодолеи все, потому что квартира была вторичной. То есть надеемся, что им все понравится. В Новочебоксарске многодетные семьи, в которых воспитывается 5 и более детей, ежегодно заселяют в новые большие квартиры. Это была программа «Вектор комфорта». До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова